Девушки отдыхают 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 Но на тренировках, по крайней мере, мы идем, можно сказать, нос в нос, и там каждый раз все по-разному решается, складывается. На соревнованиях там уже другой фактор, и каждый раз, я уже говорю, гонка, это в любом случае, может сложиться по-разному. То есть, примерно мы знаем, да, что так, так, а на соревнованиях оно уже выходит по-другому. Ну, я тоже так же, у меня нет никаких там каких-то условных обозначений, чтобы что-то сказать, как-то там. Мы просто встаем на старт, как бы, упираемся в ловушку и работаем до конца. Ну да, на старте мы думаем только о том, чтобы именно... Да, как пройти, потому что помимо соперника Саши, еще есть еще там 7 человек, как бы, да, то есть, как бы, опять же, думать о всех соперниках, тут надо встать, отработать свою работу. Ты будешь о своей работе, а не о этих соперниках, тебе некуда думать об этом, потому что 200 метров это спринт, и тут пока ты будешь думать, все могут просто уехать, и все. Я вот, кстати, вот слышал, да, Саша, что ты говорил, что ты, когда в ловушку встаешь, все-таки думаешь о том, как разложить дистанцию. Вот это на самом деле очень интересно, потому что я вот понимаю, там, тысячу, там, 500 разложить, да, а я вот предполагал всегда, что надо 200 метров в полную дурь там, да, грубо говоря, ехать. Или все-таки надо как-то думать о прохождении дистанции, чтобы там в конце не прихватило, там, или как старт сделать, вот можешь что-то сказать? О самом именно, как бы, когда меня прихватят, я вообще не задумываюсь, у меня нет таких мыслей, я знаю свою форму, я знаю, как я могу дойти, в любом случае, мне об этом уже не надо задумываться, это все уже, как бы, в голове, в свое представление есть. Я именно сконцентрирован на самом старте, на самом техническом прохождении, в первую очередь. Но опять же, там много всяких нюансов, бывают такие, то же самое, как ветер, и то же погода. И нужно как-то корректировать свою гонку, именно касательно, исходя из внешних, ну, факторов, которые могут помешать, или могут, наоборот, помочь, то же самое, там, ветер. И, как бы, об этом я думаю, именно еще раз по голове у себя, именно держу, как это нужно все выглядеть. Но никогда, ни в коем случае, я не заморачиваюсь именно по тому, как я буду идти, или что-то где-то добавлять. Это более такая дистанция, как 200 метров, на ней нужно быть сконцентрировано просто именно на старте, а по дистанции просто показать максимальную свою скорость, и держать ее как можно дольше. Я касательно вот именно прохождения у нас не задумываюсь. То есть идем и все, как бы, знаем свои пределы, и все. А вот по поводу экипажа, да, вот какие планы? К2-200, больше нет же в Олимпийских играх. Что думаете по поводу двойки вашей? К2-200 на международном сайте Гребля указано, что будет во всех программах Европы и мира, также, значит, они будут и на Кубке России, и на Чемпионате России. И поэтому, в общем, не олимпийский вид, но она существует, и мы также будем продолжать гоняться двойку-200, как бы. И все остальные ребята, которые увидели такую же программу и в России, и в мире, ну, это реально красивый заезд, это очень быстро на сегодняшний день дистанция. Четверки-200 нет вообще ни на, скажем, чемпионате России, который является отбором на Чемпионат мира. Поэтому на сегодняшний день пока самый быстрый заезд – это двойка-200. Она самая зрелищная, самая такая эмоциональная и скоротечная. Будем гоняться дальше. Понял. Есть вот новая у нас программа, да, включенная в олимпийскую дисциплину – это байдарка-четверка 500 метров. Я, как понимаю, для К4, да, для четверки – это реально спринт. Будете собирать четверку? Ну, мы в этом году уже попробовали себя, и еще в прошлом году попробовали. Примерно мы представляем, как эта дистанция выглядит, что на ней еще происходит. Если уж сравнивать совсем с двухсоткой, то есть что-то похожее. По ощущениям, как будто идешь 250 метров, только что-то как-то очень долгое. И поэтому в любом случае это спринт. Если мы посмотрим даже уже на 2017 год на Чемпионаты мира, то две сборные, как минимум, оказались наголо сильнее, чем все остальные. И как бы тут в чем интерес самой именно 500-метровой дистанции в четверках, что если мы посмотрим, допустим, на испанскую команду, там сидят все спринтеры, да, кроме одного человека. Посмотрим на немецкую, там сидят наоборот все стаеры, буквально одного и того же человека. И тут большая борьба именно тысяч метров и двухсотметровки. Поэтому мне кажется, что тенденция все-таки будет в мире двигаться к тому, что все-таки и тысяча двойка уйдет на пятисотку, и будет тогда уже получается вообще равенство в байдарке, то есть одиночка и двойка, одиночка 200-1000, и уже и тысячники, и двухсоточники смогут бороться именно на таких дистанциях, как двойка 500 и четверка 500. Я думаю, что все-таки к этому в конечном итоге придет, если вообще не сделать для всех 500-ку, тоже вполне возможно. Что касается состава, как бы, надо, опять же, здесь ситуация следующая, пробовать нужно всех, потому что это командная лодка, и здесь даже четыре самых сильных одиночника могут сесть, и у них будет просто разная работа, разная работа именно одиночника. Здесь это командная лодка, здесь должны быть командные люди, поэтому, в общем, у нас есть определенные мысли, но все это, мне кажется, итогом будет, наверное, заявкой, протоколом на кутки России, это будет какой-то состав уже, но мы хотим, естественно. Если мы все до ума доведем, то у нас есть определенные мысли, идеи, сейчас как бы мы не держим в голове, но пока что это как-то далее, пока что это не зашло. Это спорт, тут нельзя быть уверенным до 100%, тут все может меняться просто в один момент, травмы, еще что-то. Тем более это командная лодка, здесь четыре человека, они должны быть все здоровыми, скажем, подготовленными, выйти на это соревнование. В общем, до соревнований вот у нас есть мысли, будем тренироваться, а там уже, как у нас в соревнованиях встанем, тогда уже нужно будет увидеть состав. Вот по поводу подготовки, да, вы в зале с чему больше времени уделяете? Тонусной тренировке или развития? Ну вот мы сейчас на данный момент в зале находимся. У нас круглогодичный зал, мы не прекращаем, может быть, просто меняется сама у себя именно схема тренировки, там возможно, да, а так мы круглый год уделяем внимание всему, у нас и силовая часть есть, у нас есть и рог, и все, что угодно в зале, все, что можно делать в зале, мы делаем, можно сказать так. То есть здесь разные виды тренировок бывают, и силовые, это, как сказать, массово-силовые веса, это есть также круговые тренировки, это, как бы, развитие. И также грибной тренажер, он всегда с нами и летом, и зимой, и весной, и осенью, потому что это тренажер, то есть в отличие от воды, находится в жесткой поверхности, и можно корректировать свои движения, на нем постоянно надо отрабатывать, на нем есть также возможность прибавления этих весов и всего остального, поэтому, в общем, сочетание и грибного тренажера, и зала, оно всегда с нами присутствует, каждый день. Субтитры сделал DimaTorzok Нормально. Вот так вот. Вот так вот.